Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Пожалуй, у многих из нас молоко входит в список обязательных покупок. Мы покупаем, пьем, потом снова покупаем. Но зачастую даже не задумываемся о том, как это молоко производится. Сегодня мы решили раскрыть все тайны одного производства и проследить этот долгий путь от коровы до магазинов ферлаков. Это программа «Своя компания», поэтому прямо сейчас приглашаю вас провести время у одного из амурских производителей на Благовещенском кладокомбинате. Для того, чтобы проследить, с чего начинается производство, отправимся прямо на страницы детских книжек. Кто дает молоко? Правильно, коровы. Благовещенский кладокомбинат для производства использует только молоко амурских производителей. Вопреки легендам про сухое молоко в качестве ингредиента, технологи заверяют это все в миф. Здесь работает старая и уже почти классическая схема. По деревням и селам ездят специальные молоковозы и скупают продукцию у населения. Фиар, фиар. Ну, чего ты? Фиар. Боятся они? Зоря, 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 зоря. Зоря. Андрей Марков из Верхней Полтавки раньше работал в системе МВД, но однажды решил кардинально поменять жизнь и занялся сельским хозяйством. Теперь у него 14 коров, каждая из которых дает в среднем по 17 литров молока в день. Говоря языком цифр, в сутки получается около 150 литров. Чтобы содержать все это стадо, фермер взял несколько участков земли по программе «Дальневосточный гектар». Сам построил коровник и модернизировал доильный аппарат. Все молоко он сдает хладокомбинату. Он говорит, так проще и легче. Не нужно искать покупателя самому, отвозить продукцию и брать пробы. Механизм отработан до мелочей. К нему приезжает молоковоз и собирает молоко. Если нужно, прямо на месте специалисты берут необходимые анализы, чтобы проверить его качество. Кроме того, хладокомбинат не только обеспечивает так называемый рынок сбыта для фермеров, но и предоставляет им реальную поддержку при покупке коров и кормов. Приобретение коровы дают деньги. Мне, допустим, 60 тысяч дают. Я знал, что я за 60 буду. Я попросил 60, 60 дали. И все, каждую неделю с литража, то, что я сдаю, просто вычет идет, то есть они забирают. С меня, допустим, я писал, просил, чтобы 6 тысяч брали. Ну, берут 3 тысячи, то есть каждую неделю. 7 дней прошло, приезжает, рассчитывается. И от этой суммы просто 2 тысячи вычитает. На сегодняшний день предприятие закупает молоко в 14 районах области. В лидерах по сбору Тамбовский, Белогорский, Завитинский и Михайловский. В пяти районах есть стационарные пункты приема молока с собственными лабораториями для экспресс-анализа качества, парком молоковозов, а также оборудованием для охлаждения и хранения. Слово, общий технопарк предприятия – это почти 100 молоковозов. Поставщиками сырья для хладокомбината уже стали около 6 тысяч хозяйств. Доля малых хозяйств в объеме собираемого молока – 90%. В их числе, кстати, и Оксана Онищенко из Семидомки. Когда-то она тоже кардинально поменяла жизнь. Работала учителем, потом стала раздавить коров. Сейчас в ее хозяйстве 30 голов. Для начинающего фермера я завела 5 дойных коров. На следующий год у меня там нетели расстелились, у меня стало их 8. И эти 8 дойных коров дают определенное мне количество молока, за которое мне сразу у хладокомбината наличкой рассчитывается. То есть это живые деньги, на которые я могу рассчитывать и корма закупить, и какой-то стройматериал, и на свою семью потратить. То есть это удобно, выгодно и нас устраивает. Далее молоко попадает в приемник хладокомбината. Здесь, по сути, и начинается процесс производства в промышленных масштабах. Молоко с личных хозяйств на машине уже привозится к нам. Здесь оно подвергается лабораторному контролю. И когда лаборант уже говорит, да, молоко соответствует нашим стандартам, нашим качественным показателям, забирается молоко на производство. В этом участке заканчивается присутствие человека. То есть оператор подключил молокоприемку, молоко скачалось в танке, и дальше уже пошел автоматический процесс полностью. В лаборатории все происходит быстро. Буквально 20 минут, и вердикт по прибывшему молоку готов. Мы проверяем молоко на жир, кислотность, плотность. Проверяем на фальсификацию однозначно молока. После того, как анализ произведен, лаборант говорит оператору о том, что молоко надлежащего качеству. После этого оператор полумолокоприемки уже начинает процесс скачивания молока. В день здесь собирают до 150 тонн молока. Оно проходит систему очистки, пастеризации и нормализации. А хранится вот в таких емкостях. Их называют танками. А здесь молоко разливают. В 2014 году на хладокомбинате завершили строительство нового цеха асептического розлива. В 2015-м установили вторую линию от компании-производителя «Тетропак». И это повод для гордости. Машина, которая на данный момент льется, она производит 8 тысяч пакетов в час. Очень высокоскоростная, высокотехнологичная машина. И моя обязанность контролировать процесс, видеть всю информацию, которую она выдает на экран, которую можно посмотреть и проконтролировать процесс работы. Молоко здесь разделяют на ультрапастеризованное и пастеризованное. В зависимости от температуры обработки и, соответственно, сроков хранения. Кстати, увеличить сроки помогают уникальные технологии компании «Петропак». Эта упаковочная линия называется «Тетратоп». Аналогов ей нет на всем Дальнем Востоке и в Сибири. «Тетратоп» – оборудование дорогостоящее, но очень эффективное. Оно включает в себя сразу несколько, как говорят на производстве, линий розлива. Каждая для отдельного вида продукции. Кстати, упаковку на линии обрабатывают раствором перекиси водорода, затем сушат горячим воздухом. А прямо внутри машины, непосредственно перед розливым продуктом, обрабатывают еще и ультрафиолетом. Это позволяет продлить срок годности, например, молока, с пяти суток до десяти. Здесь из молока получают и так называемые производные кисломолочную продукцию – йогурт, варенец, кефир, вяженка – с помощью специальных заквасок, фруктовых наполнителей и, конечно, особого рецепта. Разные продукты по-разному квасятся. То есть йогурты квасятся 6 часов, 6 часов квасятся, уже охлаждаем, когда сквасился продукт и начинается розлив. То есть это все происходит очень быстро. Приняли молоко, нормализовали, заквасили и розлив продолжается. Например, кефир квасится от 12 до 15 часов, ряженка и варенец – 6 часов, а сметана – от 10 до 12. Уже готовую продукцию обязательно тестируют на качество в специальной лаборатории. Здесь берут пробы каждые 15 минут, замеряют уровень кислотности и проверяют вкусовые качества. А это уже другой цех – творожный. Сюда молоко тоже поступает из так называемых танков, затем его направляют вот в такие ванны. Они разные, для каждого вида творога своя, в зависимости от жирности. Ванны нагреваются до особой температуры – 30 градусов – и начинается процесс заквашивания. Касается где-то у нас в ванны 12 часов, в пределе 12 часов. Затем у нас, когда подходит кислотность 78-80, это в зависимости от жира, конечно, молока, мы смотрим по сгустку. Сгусток у нас формируется. Мы его разрезаем с помощью мешалочек. Сыворотка отделяется и уже в процессе помешиваем, чтобы у нас отделилась хорошо сыворотка и охлаждается от ванны у нас. Уже охлажденный творог фасуют в специальную упаковку. Делают это вручную, с особой точностью высчитывая вес. В день здесь производят чуть меньше 2,5 тонн творога, то есть в неделю хладокомбинат выпускает больше 15 тонн этой продукции. А это, пожалуй, самый сладкий цех хладокомбината. Здесь делают всеми любимое мороженое. За смену производят 3,5 тонны продукции. Только представьте, 3,5 тонны – прямо мечта детства. Вот такая вкусная арифметика. За месяц эта цифра достигает 60 тонн, а летом и вовсе объемы растут в два раза. То есть в год из этого цеха выпускают 800 тонн мороженого. Самое популярное – это, конечно, классический белый пломбир в вафельном стаканчике. Кстати, всего же здесь производят 20 видов мороженого, которое поступает во все районы Амурской области. В 2016 году хладокомбинат занял лидирующую позицию на Дальнем Востоке среди производителей молока и кисломолочной продукции. Поэтому амурчане могут быть уверены – дефицита вкусного, а главное – полезного молока в области точно не будет. Ну а мы и вы вместе с нами проверили это лично. В нашей программе есть такая традиция. Всем участникам мы дарим вот такие наклейки и специальные дипломы. Это своеобразный знак отличия от Амурского областного телевидения. Итак, диплом и наклейку сейчас мы вручаем главному технологу хладокомбината Юлию Алексеевне Свисту. Юлия Алексеевна, где разместите наши подарки? На доску почета хладокомбината. Спасибо большое. На этом все. Мы движемся дальше. Смотрите нас и узнаете все об амурском бизнесе изнутри. Увидимся в своей компании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА